Здравствуйте дорогие телезрители, это программа Мегаполис молодых и с вами в эти 25 минут будем мы, я Юля и Кайрат. Да, дорогие друзья, сегодня узнаем, как готовят инструкторов нового поколения и расскажем много чего интересного. А также посетим премьеру нового спектакля. Не переключайтесь! Четыре дня теоретической подготовки от лучших инструкторов горнолыжного курорта Шимбулак, а также педагогов Казахской академии спорта и туризма. Почти 100 профессиональных лыжников изучили за это время педагогику, психологию и получили знания в туристической отрасли, а завершился теоретический курс тестовым экзаменом. По заказу управления туризма города Алматы мы проводим обучение инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Был очень серьезный отбор, но мы смогли только взять 100 человек. В эти 100 человек входят люди уверенно катающиеся на горных лыжах и сноуборде, которые являются гражданами Казахстана и жителями города Алматы. Спрос был очень большой, много желающих хотели получить такое образование, умение работать и преподавать горные лыжи и сноуборд. Данная программа состояла из двух этапов – теоретическое обучение и практическая часть. По итогам двух этапов инструкторы получат документы государственного образца, удостоверение инструктора соответствующей категории квалификации, книгу инструктора и удостоверение Казахской академии спорта и туризма о повышении квалификации. Мы хотим стать инструкторами, думаем зимой учить кого-то… Никого-то, а людей, взрослых детей обучать катанию на лыжах. Я буду именно обучать на лыжах, он на борде. Вот. А сейчас пишем тест, и тест покажет, насколько мы хорошо подготовились и изучили курс. После теста у нас будет практика. Как снег пойдет, мы будем учиться, либо кого-то учить, кататься. Снег выпал, и теперь осталось изучить практическую часть. Да, почти у меня отмороженные пальцы. Дорогие друзья, одевайтесь теплее. Здесь, на самой высокой точке горнолыжного курорта Шимбулак, достаточно прохладно. Проходит сейчас обучение. Практическую часть 95 будущих инструкторов. Они успешно сдали теоретический тест. И сейчас мы с некоторыми из них познакомимся и узнаем, насколько они готовы уже стать инструкторами. Елена, я знаю, что вы уже 11 лет работаете профессиональным инструктором. Пришли на курсы с какой целью? Поднять свою квалификацию, пообщаться с коллегами, узнать, что нового, интересного. Я так понимаю, что и практическую, и теоретическую часть вы сдаете вообще без труда. Сколько набрали на тесте? Ну, не знаю. Организаторы планируют, что подобная практика по подготовке квалифицированных кадров станет ежегодным мероприятием. К слову, тестирование по теоретической части успешно смогли сдать абсолютно все участники программы. И теперь их ждала практическая часть, которая длилась целую неделю. Инструкторы разбились на несколько групп. Лыжи, сноуборд, а также комбинированное обучение. Никакая погода нам не помешает. Да, я вижу. Как к туристическому объекту очень велик. И квалифицированные кадры в этом процессе играют важную роль. А посему каждый инструктор понимает, какая на нем ответственность. Елена, узнали что-нибудь новое на этих курсах, чего не знали раньше? Ну, возможно, какие-то новые тренды, которые мы обсуждаем, мы, конечно, поделились друг с другом. А так, в основном, вспомнили, освежили память, вспомнили все основные принципы. Ну, вот расскажите мне, пожалуйста, основные принципы по обучению клиентов. Какие они? Основные правила. Основные правила, ну, это в первую очередь мы должны познакомиться с клиентом, мы должны рассказать ему о безопасности, начать с элементарных упражнений и дальше, ну, усовершать свою технику. Сезон катаний на всех горнолыжных курортах вот-вот откроется, и теперь вы, уважаемые телезрители, можете быть уверены в своей безопасности. Ведь с такими инструкторами не пропадешь. А у меня хорошая новость для театралов. В Алматы открылась независимая творческая лаборатория 316. Организовали ее выпускники колледжа и театральной академии имени Жургенова. Главная задача актеров – развивать современный казахский театр. То, что мы являемся лабораторией, это уже исследовать, экспериментировать, чтобы сами росли именно по мастерству. Главная цель в этом. На суд зрителей молодые артисты представили свой первый спектакль «Би-Оу-Кю» по мотивам пьесы «Дюремата», «Геркулес» и «Авгиевы конюшни». Легендарному мифическому герою очень нужны деньги, а жителям республики Элида очень нужен Геркулес, чтобы справиться с одной очень пикантной задачей. Цель проста и понятна, и, казалось бы, что в этой ситуации может пойти не так. Питакль сам по себе, он сложный. Мы семь актеров, мы не расслабляемся никак, мы все время в действии, мы входим в одну роль, выходим, входим в другую роль, отчуждаемся от него, и также все так продолжается до конца спектакля. Спектакль был очень сложный поначалу, мы не понимали. Потом прошло очень долгое время, и мы начали осваиваться. У меня роль Йолы и роль депутата, Сизиев-Молочного. Вот. Роль... Я даже не знаю, как она получилась. Вот так вот время проходило, мы просто выходили на сцену, пробовали. Что-то получалось, что-то не получалось. И вот этими ощущениями, интуитивно, наверное, очень сложная, и так оно и получилось. Это первая серьезная работа для юной актрисы Жанны Копасовой. Окончив колледж, девушка долгое время не могла найти для себя тот театр, в котором она бы хотела творить. Так с друзьями решили создать что-то свое. Я не буду говорить, что я мечтала с детства, все такое. Нет, я никак не мечтала с детства быть актрисой. И вначале я поступила в колледж, может, стать либо певицей, либо дизайнером. И я встретила... Но потом по каким-то причинам, не знаю как, наверное, судьба так решила, и я поступила в эту группу, я не знаю как. Вот. Я просто пошла и сдала, меня приняли, и вот я так оказалась. Сами по себе, мы как бы считали, что в Казахстане именно было свободно одно место, это современный театр именно на казахском языке. И вот я считаю, что мы вот успели взять эту нишу. Ну, вообще говоря о современном театре, какой он? Наверное, прежде всего, это живая связь времен. Но посудите сами, и сегодня могут быть актуальны проблемы из таких пьес, как «Гамлет» Шекспира или из гоголевского «Ревизора». Вновь и вновь мучается своей непосильной ношей Гамлет, заглядывая за грязь жизни и смерти, быть или не быть, вот в чем вопрос. Снова Игородничий произносит свою сакраментальную фразу. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Возможно, одна из тенденций модерн-театра – это осовременивание классики. Что такое современный театр? Я не знаю, это нету каких-то градаций. Театр вообще, по идее, должен быть всегда современным. Театр старым быть не может. Когда театр создается с учетом того восприятия и понимания 21 века, то есть сегодняшнего дня, тогда театр современный. Когда театр создается с учетом правил или пониманий каких-то прошедших лет, 90-х годов, 50-х годов, 20-го века – это уже старый театр. Он, на мой взгляд, ну просто это очень странно. То есть это театр-музей, в котором реконструируют все то, как было раньше, как строили, как играли, как подавали информацию, или же это современный театр. То есть вот это понимание… Мы привыкли говорить «современный театр», но для меня театр вообще должен быть всегда современным, даже если он делает классику. В постановке под названием «Би Оу Кью» все актеры одеты в современные костюмы, разговаривают на понятном для зрителя языке, что очень важно. Если классический театр призван объединять людей, то у нового направления совсем другие задачи. Кто-то против, кто-то за. У нас вообще главная цель, чтобы дробить зрителя, а не объединять. То есть у нас нет такой сквозной мысли, чтобы все объединились вокруг одной мысли. Есть мнение, что сегодня во времена телевидения, компьютера и интернета театр потерял свою значимость. Но не все согласны с этим. Еще Шекспир писал «Жизнь – театр, и люди в нем – актеры». Именно поэтому театр будет всегда. Это зеркало жизни, в которое всегда интересно посмотреть, вне зависимости от времени. Современный театр – это место, где можно увидеть собственное отражение, погрустить и посмеяться над собой. Дорогие друзья, еще раз привет. Мы сегодня на соревнованиях по чирлидингу, как я и обещал. Покажу все красоты, замечательные, красивые наряды, самые сложные акробатические трюки. И это еще не все. Что будет дальше, посмотрим прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Я помню, что в августе буквально прошел чемпионат Азии. Здесь у нас в Алматы первый раз, по-моему, в Казахстане. А что проходит сегодня? Сегодня у нас проходит третий евро-азиатский чемпионат по чирлидингу. Мы второй раз принимаем. Первый был тоже у нас, второй чемпионат был в России. Мы принимаем третий чемпионат. На следующий год, я думаю, будет в другой стране. Очень радует прогресс этих соревнований. Какие страны участвуют? Сегодня к нам приехали сборная команды Киркестана и сборная команда Украины. Третьи евро-азиатские соревнования по чирлидингу принимали организаторов из четырех аккредитованных республиканских федераций. Федерация России, Казахстана, Украины и Кыргызстана. Судейская линейка также была смешанная. Соревнования проводились в дисциплинах чирмикс, групповые станты и чирданс фристайл, чирданс шоу, хип-хоп и джаз. В разных возрастных категориях среди школьников и студентов. Кто представляет Казахстан? Сколько команд и какие? Казахстанская федерация, конечно, у себя дома, поэтому у нас очень много команд. Это колледжи, университеты? Да. У нас в общем 45 команд сегодня представлены. Из них два колледжа и пять вузов. В этот день на одной площадке сошлись свыше 100 студентов колледжей и университетов, чтобы узнать, чья подготовка, желание и рвение стать лучшим оказались сильнее. Несмотря на мелкие ошибки и неудачи, все команды смогли продемонстрировать достойное соперничество, ведь за каждым успехом стоят долгие тренировки, изрядные репетиции и много вложенных сил. Расскажи, как давно занимаешься чирлидингом и каких успехов уже успел добиться? Чирлидингом занимаюсь третий год, так как поступил в университет. До этого занимался профессионально-спортивной акробатикой. Сколько лет занимался акробатикой? Двенадцать. Вау. И пригласили в команду, да? Да. И какие сложные элементы ты сегодня выполнял? Особо сложных элементов не было, это были такие базовые элементы. В нашей стране этот новый вид спорта набирает большую популярность. Тысячи молодых людей по всей республике с удовольствием уходят с головой в чирлидинг. Ведь в первую очередь это поддержание своего организма в тонусе, а во-вторых непрерывное движение и развитие своей личности. Для того, чтобы поставить определенный номер, сколько времени требуется? Как вообще собрать ребят на репетицию? У кого-то учебу, у кого-то работу. Нормально получается это? Ну, конечно, тяжело. Допустим, мы поставили свою программу за два месяца. То есть пришли ребята... Ежедневные тренировки? Пришли ребята, ну, совершенно ничего не умевшие, не знавшие о чирлидинге. Новый набор был. И вот смогли поставить такую сложную программу. Программа и правда была сложная. Я видел, как девчонок подбрасывали. Для этого нужны какие-то физические данные? Ну, да, конечно. Ну, без этого никак. Ну, как минимум базовые нужны. А пока девушек в красивых нарядах носят на руках мужчины, предлагаю переместиться и заглянуть к моей коллеге Юле Кожоминой. Алматы по праву можно назвать городом талантливым. С каждым годом у нас появляются и раскрываются новые таланты. К примеру, молодая группа с нереально сильной энергетикой J-Band. 12 профессиональных и талантливых музыкантов знают толк в своем деле. Каждый из них является солистом и обладает яркой харизмой. Какую музыку вы исполняете? Я вот слышала, есть и хиты Батархана Шукенова. Кто поклонник? Мы все большие фанаты, потому что это вообще был невероятный музыкант, которого... Ну, это школа просто, на которой мы все учатся до сих пор. А студию Батархан Шукенов... Мы все большие ярые фанаты. А ваши творческие планы? Будете ли снимать клипы? Может быть, уже что-то есть? Да, сейчас ведется работа над авторскими песнями, над авторским альбомом. Вот первый трек уже вышел в сеть, то есть в интернете его можно послушать. Вторая песня сейчас на подходе. Также будет небольшой EP-альбом, над которым мы работаем. И все это со временем, я думаю, скоро выйдет. И, конечно же, клип будет. Ребята поют вживую. И, более того, сами играют на музыкальных инструментах. Это и выделяет группу среди других лайв-бендов нашего города. Девушки, расскажите, как вы попали в музыку и что музыка для вас значит? Ну, я с детства люблю музыку. Я живу музыкой. Получилось так, что нас позвали на кастинг. Первый раз я позвала на кастинг. И нас приняли в группу J-Band через знакомых там. А вот она вот совсем по-другому. Она учится в другом... В другой сфере я по специальности финансист. Но уже после второго курса я поняла, что это уже не мое. Но музыка тянет. И после этого услышала. Друзья позвали на кастинг. Вот образовалась команда J-Band и ищут вокалисток. И мы попали через кастинг. А раньше в детстве вы пели? Да. Да, с детства, конечно. Это, наверное, любовь всей жизни уже. С трех лет, с четырех лет уже. Энергичные, стильные, интересные музыканты подарили в этот вечер гостям незабываемый праздник. Субтитры сделал DimaTorzok Ночная жизнь в Алматы не утихает ни на минуту. Даже в будние дни не успела закончиться одна вечеринка, как началась другая. И это сальсопати. В Алматы многие латинос-вечера уже стали классикой. На них часто приходят одни и те же люди, чтобы пообщаться со своими друзьями. Приятно провести время и потанцевать под любимую музыку. Сначала может показаться, что отличий между сальсопати практически нет. Разве что где-то звучит больше бачаты, где-то упор делают на классическую американскую сальсу с оттенком джаза, ну а где-то стараются больше ставить жаркую кубинскую тимбу. Но все же есть у нас одно местечко, которое заметно отличается своей особенной семейной аурой. Куда любят приходить ученики и преподаватели самых разных школ города. Ну, чтобы окунуться в по-настоящему теплую атмосферу дружеского общения, веселья. И что особенно важно для танцоров, потанцевать под действительно зажигательную сальсу, тщательно подобранную ведущими диджеями города. Расскажите, что сегодня будет на сальсовечеринке проходить? Сегодня будет, ну как это, сальсопати и будет музыка родина. Пригостили скоро, приехали сюда много учеников, они очень сегодня танцевали. А можете мне показать пару движений, чтобы я с вами тут повторила что-нибудь? Ну, основные так. Возьмете меня к тебе в школу? Без проблем. Хорошо. Для тех, кто делает первые шаги в латинских танцах, например, я, подобные вечеринки – это отличный и приятный способ самим убедиться в том, что сальса – это большая и дружная семья, объединяющая самых разных людей всех возрастов и со всех континентов. Каждый здесь сможет стать частью этой семьи и научиться отлично двигаться. Когда-то родители отдали меня в школу маленьких тажей. Мне так не любило ходить на эти занятия, потому что у меня не было партнёров. Я всегда танцевала примерно вот так, потому что, собственно, происходит и сейчас. Любой опытный танцор понимает, каково это быть новичком. Ведь когда-то и он был таким же неумёхой. Именно поэтому здесь проводят мастер-классы, и начинающий сальерос и сальерос могут попробовать потанцевать с хорошими танцорами, не вызывая шквала критики в свой адрес. Главная цель вечеринки – это весело провести время, несмотря на то, как вы двигаетесь. А полученный вами танцевальный опыт позволит гораздо быстрее освоить любимый стиль танца. Сколько нужно заниматься танцами, чтобы вот так, как вы, двигаться? Это у каждого индивидуально. Я думаю, чтобы перейти с первой группы на продолжающую группу, мне кажется, достаточно, думаю, около… Кому месяц, кому полгода понадобится. Это уже в зависимости от того, как человек слушает музыку, вообще так слышит. А вообще сложно ли танцевать? Нет, это, как называется, душевный танец. Ты чувствуешь, здесь женщина, главное, как украшает танец, а здесь партнер ведет. Ну, так обычно. Надо слушаться просто, и все. Или basic, знаете. Как вот у вас, получается, допустим, ну я смотрела, у вас парни танцевали, это же все-таки как-то, вы репетировали или импровизация? Нет, это партнер ведет всегда. Да. Надо уметь слушать партнеров. Он как на ухо говорит, так, сейчас мы пойдем влево, теперь мы идем вправо. Интуитивно все. Например, вот, я вас вот так кручу, вы крутитесь. Если я вас вот так кручу, вы сюда крутитесь. Хорошо. За талией вы туда идете. Вот так. Ага. Однажды придя на сальсопати, вы уже не сможете просто так просидеть вечер дома, зная, что где-то там, прямо сейчас, проходит самый настоящий праздник музыки и танца. Приходите и вы, не стесняйтесь, и у вас все обязательно получится. Дорогие друзья, на этом наша программа закончилась. Я надеюсь, что вы провели это время с нами с удовольствием, весело и интересно. С вами были мы, Юля и Кайрат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok